Музыка С турниром Стердами Этот традиционный турнир, он проводится уже пятый раз И в этом турнире, как правило, принимают участие ведущие клубы европейских чемпионатов В этот раз в нем принимали участие Аякс, Галтасарай, Ливерпуль и итальянский Интер Схема проведения турнира очень забавна Команды встречаются друг с другом, но проводят не по три встречи, а всего лишь по две Причем очки начисляются не только за победы, но и за забитые мячи Так, если победа приносит три очка, то каждый забитый гол приносит еще одно очко Собственно говоря, за перипетиями турнира вы могли наблюдать на канале 7TV А сейчас небольшой обзор последнего тура В первом матче тура второго встречались турецкий Галтасарай и Ливерпуль Причем обе команды еще могли выиграть турнир, но для этого им нужно было как можно крупнее победить своего соперника Забегая вперед, скажу, что все голы были забиты в первом тайме Активнее начала турецкая команда И уже на 20-й минуте Батиста переиграл голкипера и открыл счет 1-0 в пользу Галтасарая Естественно, англичанам такой ход игры понравится не мог И вскоре они сравняли счет Сейчас мы увидим этот момент Хороший пас Навес в штрафную И Хески хорошим ударом головой счет сравнивает 1-1 Этот темнокожий нападающий известен нам как Хорошо умеющий играть на втором этаже И периодически поражающий ворота соперников Правда, ничья продержалась на поле недолго Уже через 3 минуты Братис отличным ударом со штрафного Вторично распечатал Киркланд Вообще-то в такой ситуации, как правило, напрашивается удар левой ногой Но Братис сыграл нестандартно И отправил мяч в точно дальний верхний угол от фратаря Что и принесло его команде победу 2-1 Галтасарай набирает 5 очков Ливерпуль же 2 И обе эти команды не претендуют на победу в турнире Но также заслуживает внимание факт Что за 5 минут до конца С поля были удалены по одному игроку из каждой команды Это были Мелор и Джерард В присутствии 51 тысячи зрителей Команды заканчивали матч в десятером В последней же игре турнира встречались хозяева Амстердамский Аякс и Миланский Интер Интер лидировал после первого дня турнира И поэтому им нужно было сыграть в ничью Чтобы выиграть непосредственно турнир А Аяксу нужно было выигрывать как можно крупнее В частности, победа в 3 мяча Совершенно точно приносила им победу А если в 2 мяча, тогда пришлось бы считать забитые голы Которых у Интера на тот момент оказывалось больше Хозяева не стали откладывать дело в долгий ящик И сначала Пейнар, а потом Вандервард Уже в первом тайме Дважды отправили мяч в ворота Тольда И для выполнения задачи победы на турнире им Оставалось забить всего лишь один гол Вот мы видим, как Пейнар снова перехватывает мяч Бросает в прорыв Литманина Итальянцы неудачно выполняют искусственное положение вне игры Финн жадничать не стал Поделился мячом с Вамберту И бразильцы отправили третий мяч в ворота Тольда 3-0, Аякс победил Кстати, прошу прощения, все мячи были забиты, конечно же, не в первом, а во втором тайме Вот мы видим, как капитан команды Литманин поднимает над головой кубок Хочу заметить, что это уже третий подобный трофей у Аякса за последние 3 года Первым же обладателем кубка стал итальянский Лацио Это произошло в 1999 году А в 2000 году трофей увезла домой испанская Барселона Прошло первенство Голландии Надеются, что 30-летняя дофамилия с немецкого канцлера Заменит в клубе Пола Босфельта На прошлом деле перешедшего в Манчестер-Сити Другой голландец Хорди Кройф Также поменял команду Проведя прошлый сезон в Олавесе Сын знаменитого летучего голландца Йохана Кройфа Присоединился к барселонскому испаньолу Интересно, что профессиональную карьеру Обладатель некогда пышной шевелюры Начинал также в Каталонии Но состав болельщиков собственной игрой и забитыми мячами В течение 18 долгих лет Из которых 11 провел в итальянской серии А И вот настало время завершать карьеру Оливер Бирхов, а речь именно о нем Посчитал, что лучшее место, чем Верона Для финального аккорда придумать трудно За 10 миллионов фунтов игрока приобрел Милан Но затраты окупились почти моментально Действуя в атаке, вместе с либерийцем Джорджем Веа Оливер Бирхов в первом же сезоне За красно-нападающего не заладилось Всего 4 забитых мяча И пришлось возвращаться в Италию Благо тренер Кьева Луиджи Дельнери Не переставал следить за игрой немца Загатываясь к предстоящему в стране первенству мира 2006 Бирхов стал членом оргкомитета чемпионата И теперь можно не сомневаться Все будет сделано повыше Здесь в центральном матче нашего шоу В товарищеской встрече встречались Фейнорд и Сельта Голландские и испанские клубы По-разному могут занести прошедшие сезоны Кто в актив, а кто непосредственно себе в пассив К примеру, также Сельта После долгого и длительного стремления в Лигу чемпионов Наконец-то пробилась в зону Лиги И может считать прошедший сезон для себя достаточно успешным Команда заняла четвертое место в первенстве Испании И сейчас в третьем отборочном раунде Будет играть с чешской славией Фейнорд же занял в первенстве Голландии только третье место В зону Лиги чемпионов не попал И будет играть лишь в Кубке УИФА Наверное, именно этим объясняется то, что Команду покинули многие ее лидеры В частности, Пьер Ван Хойденг Пол Босфельд Но пришел один из главных надежд клуба Это Хорват Лазович, играющий под 18 номером Остался в строю галкипер Зутыбир Ну и капитан команды Пауэ пока уходить не собирается В составе же Сельты особых перемен нет По-прежнему капитаник Александр Мостовой по прозвищу Царь Разве что можно отметить, что пришел под 9 номером Сава Милошевич Вот, он в титре был как Милосович Это неправильно, это на самом деле тот самый Милошевич Который блистал еще в составе сборной Югославии Сейчас же эта команда называется сборная Сербии и Черногории Роттердамский клуб на правах хозяев Начинает с центра поля И на первых минутах достаточно уверенно контролирует мяч Вот мы видим, что испанцы пока еще ничего не могут предпринять Ну, в общем-то, не особенно стремятся Пока опасно зад и опасных ситуаций не происходит Если же говорить про Лазовича Он является одной из главных надежд клуба Нападающий, выступающий, как я уже говорил, под 18 номером И будем надеяться, что он себя еще в этой игре проявит Не зря же за него платили, по-моему, около 5 миллионов евро Также за 5-летний контракт Об этом Европейское футбольное шоу сообщило где-то недели 2-3 назад Как сообщают в тренерском штабе голландцев Этот игрок призван заменить в составе самого Пьера Ван Хойденко Вот очень опасный выход 1 на 1 Это был бразилец Иду И Сельта открывает счет 19 номер Бразильц Иду отлично выскочил 1 на 1 После неплохого паса Александра Мостового со своей половины поля Царь по-прежнему владеет искусством паса практически в совершенстве Иду же обыграл защитника, пробросил мяч головой мимо оборонца Вышел 1 на 1 с Зутебиром И уверенно этот выход реализовал 1-0 уже на третьей минуте встречи Болельщики продолжают распевать победные песни Но пока Сельта выигрывает Причем выигрывает практически проведя всего лишь одну атаку После забитого мяча испанцы не успокоились Продолжают мяч контролировать По-прежнему очень уверенно смотрится мостовой Но надо сказать, что в прошедшем сезоне Сельта Тоже смотрелась очень неплохо И в конце концов Завоевала таки вожделенную путевку в Лигу Чемпионов В течение двух или трех лет Команда никак не могла попасть В первые четыре места Которые дают право Побороться за Выход в самый престижный европейский турнир И наконец-то это произошло Причем если вспоминать Перепетии испанского первенства Там симпатии российских болельщиков Могли быть отданы двум клубам Долгое время лидировал клуб Валерия Карпина Реал Сосъедат из Сан-Себастьяна Перед началом прошедшего сезона Как помним Валерий перешел в этот клуб именно из Сельты До этого голесицы безраздельно властвовали Умами российских поклонников И практически все мужское население нашей страны Болело за Сельту Когда же Валерий Карпин перешел в Реал Сосъедат Многие посчитали этот шаг ошибочным Хотя как показало время Карпин был прав Потому как до этого Сан-Себастьянский клуб особых успехов не добивался Мы помним за него выступал еще Дмитрий Хохлов Но когда Хохлов был один Долгое время сан-себастьянцы В сезоне позапрошлого года Шли даже на последнем месте И лишь в последний момент избежали вылета Поэтому большинство специалистов Склонялось к тому, что Карпин делает ошибку Приходя из столь сильной команды, как Сельта В клуб Реал Сосъедат Оказалось, что Карпин с клубом угадал И долгое время сан-себастьянцы Шли даже на первом месте в турнирной таблице В частности, они выиграли первый клуб И до последнего претендовали на золотые медали Что интересно, помешать Реал Соседату Стать чемпионом Смогла именно Сельта Александра Мостового В предпоследнем туре первенства Испании Сан-себастьянцы и голесицы встречались между собой Клуб Извига выиграл Причем выиграл со счетом 3-2 Два мяча оказались на счету Мостового Мадридский жирел, который боролся С сан-себастьянцами за первое место Свой матч также выиграл Завевал 3 очка Опередил Реал Соседат И в последнем туре и те, и другие Выиграли, но разрыв в 2 очка сохранился До этого уже преимущество было на стороне Команды Басков, за которые выступает Валерий Карпин И многие российские болельщики надеялись Что именно Валерий сможет наконец-то Получить золотую медаль за выигрыш первенства Испании Но этого не произошло, потому как Сельти тоже были нужны очки Именно эти 3 очка позволили ей обеспечить место В зоне Лиги Чемпионов И сейчас Оба российских клуба в Испании Будут представлять страну в Лиге Чемпионов Но если Сельти предстоит пока еще только Попасть туда через третий отборочный раунд В борьбе с Чешской Славией То сан-себастьянцы место в Лиге себе уже обеспечивали И начнут непосредственно с первого группового турнира Вот очень опасная атака со стороны команды из ВИГО Это вот тот самый Савва Милошевич Который пришел в команду в межсезонье Чем-то он недоволен А вот в чем дело Защитник просто в последний момент Попытался помешать югославскому форварду И соответственно мяч до того дошел немного быстрее Чем ожидал нападающий И удар не получился Получился отскок И соответственно мяч прошел мимо ворот Милошевич когда-то был очень сильным нападающим Вряд ли Сельти взяла бы плохого игрока Он может побороться и на втором этаже Да и в общем ногами играет достаточно неплохо В Испании Милошевич уже не первый год Успел поиграть и за Валенсию А сейчас представляет клуб из ВИГО Вот Куйт имеет очень хороший момент Но форвард Фейнорд Даже это не форвард, это защитник Он замешкался и выгодный момент упустил Что соответственно не могло не сказаться на настроении тренера Естественно он сейчас Берт Ван Марвик Зовут этого человека Он недоволен Потому что команда на родном стадионе проигрывает И Иду снова имеет неплохую ситуацию Нападающий не стал сближаться с ротарем Предпочел отдать пас партнеру Но передача не получилась И сейчас лишь угловой Можно вспомнить что в первом тайме Очень много угловых подали ротарданцы Но особой выгоды из этого не извлекли По-моему только первый угловой у Сельты А Фейнорд подал их 5 или 6 угловых Но, как я уже только что сказал Ничего путного в хозяева поля сделать не смогли И пока преимущество Если территориальное на стороне Фейнорда То по опасным моментам Сельта скорее всего превосходит Да в общем-то в счете ведет тоже именно испанский клуб Тем временем первый тайм приближается К своему логическому завершению И увидим что фанаты постепенно затихли Победных песен уже не слышно Но оно и понятно Команда проигрывает И пока особо реальных шансов Для взятия ворот Шоу мы посмотрим Удастся ли голландцам переломить В эфире канала Сим ТВ Вновь шоу футбольной Европы И мы возвращаемся в Роттердам На стадион Де Куб Где проходит товарищеская встреча Между хозяевом поля местным Фейнордом И испанской командой Сельта Вот нам показывают Что тренеры производят замены Как раз таки Альфред Шрёдер Который только-только Перешел в Роттердамский клуб Он после перерыва сменил Игрока Который выступал Под 28 номером По фамилии Сверс Но сейчас можем посмотреть На что этот самый Шрёдер способен Или же все-таки люди с такой фамилией Могут только управлять Германией Первые минуты пока проходят В середине поля Ни одна из команд преимущества не имеет Но впереди У игроков еще более 40 минут игрового времени Надеюсь будут и опасные моменты А может быть даже и голы Как и в первом тайме Фейнорд чуть больше владеет мячом Но сейчас он уже старается это делать Не на своей половине поля А постепенно Приближаться к воротам Галкипера Пинту Защищающего в этом матче Рамку Сельты Вот голландцы с помощью нескольких передач Проходят сквозь защиту Испанского клуба Отличный момент И чуть-чуть Ван Перси не успевает На передачу партнера Видно что он неплохо обработал мяч Вот это повторяет очень здорово заметно Но чуть далеко его упустил И Пинту вышел на перехват Этот самый мяч забрал По-прежнему 1-0 И если уж пошел разговор О том что обе эти команды Будут представлять своей страной На будущий год в Еврокубках Могу сказать что Только повторится что Сельта будет играть В Чешской Славии А после того как закончились Матчи 2-го квалификационного раунда Определились и остальные пары Раунда 3-го Сейчас мы посмотрим Штрафной А потом вернемся к теме Лиги Чемпионов У мяча Александр Мостовой Он навешивает Но защитник голландца в Пауэве Выбивает мяч головой на угловой удар Александр Мостовой является Очень заметной фигурой в Сельте Как правило он подает Все штрафные и угловые удары Вот сейчас это делал не он Ну потому что его конек Стандартное положение Которое выполняется не с угла поля А непосредственно Вблизи от штрафной площади соперника Сейчас судья Свистнул И вот Александр Недоволен Этим свистком Он полагает что правила не нарушал И соответственно Ринальд Денуэкс Главный тренер Сельты Тоже поддерживает по моему своего игрока Сейчас же уже штрафной Зарабатывают голландцы Никак мы не вернемся к теме Лиги Чемпионов Вот игра пошла очень веселая У мяча ван Перси И футболисты практически не дают Ни на секунду отвлечься Перси очень здорово выполняет удар Мяч шел точно в верхний угол Ворот Но если этот игрок Не так давно, мы помним Не смог обработать мяч Чтобы подправить его себе под удар То штрафной выполнен просто великолепно Так же здорово практически сыграл и вратарь Сельты Пинту Знаете, этот момент напомнил мне Гол Валерия Шмарова 1987 года, когда Спартак после длительного перерыва Стал чемпионом И В матче последнего тура Уже на третьей добавленной минуте Валерий забил мяч в ворота Киевского Динамо Примерно по такой же траектории Мяч летел Но в отличие от этого момента Валерий сумел его хорошо закрутить И тот приземлился уже в сетке ворот Виктора Чанова Спартак выиграл 2-1 и стал чемпионом Фейнорд же пока В этом сезоне добиться этого не сумел А в двух предыдущих сезонах Как раз таки Фейнорд был чемпионом Голландии И только сейчас Клубу PSV Эндховен удалось прервать Двухлетнюю гегемонию Роттердамса Пока возвращаемся к лиге чемпионов Как известно Московские армейцы не сумели преодолеть сопротивление Македонского клуба Вардар Сыграли в ответной встрече 1-1 Хотя в виде походу встречи 1-0 И этот результат не позволил москвичам Пройти в третий квалификационный раунд Теперь македонцы будут встречаться с чешской Спартой А нашу страну в третьем отборочном раунде Будет представлять лишь московский локомотив Который будет встречаться с донецким шахтером Напомню, датчане по итогам двух матчевого противостояния Переиграли молдавский шериф 0-0 в гостях и 2-0 дома И прошли также в третий отборочный раунд Остальные пары раунда Венгерский МТК встречается с Картландским Селтиком Другая команда из Глазго Рейнджерс Будет пытаться преодолеть сопротивление Копенгагена А российским болельщикам также будет интересно Последить за противостоянием между Марсельским Олимпиком Где сейчас пытается пробиться в состав Дмитрия Сычева И австрийской Аустрии Особый интерес, по-моему, представляет еще Встреча между Лацио и Бенфикой Оба клуба очень титулованные Достаточно сильные И поэтому Последить за их противостоянием Будет довольно любопытно Если уж в третьем раунде Встречаются такие клубы, как Вардер Или австрийский Гаг То здесь Обе команды Заслуженно входят в число грандов Европейского футбола Сейчас очередной момент был у Сельты Но Контрерас После неплохого паса мостового Не смог попасть в ворота Мяч-то он обработал Но в рамку Его послать не смог И поэтому счет по-прежнему 1-0 в пользу испанцев На втором тайме игра пошла поживее Я даже так никак не могу успеть Назвать все пары Третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов Вот снова опасный момент у голландцев Здорово сейчас Лазович обыграл Несколько сразу футболистов Мы видим, что не зря За этого футболиста платили Неплохие деньги Он на небольшом пятачке Получил мяч Ушел от того же Контрераса Но чуть-чуть не докрутил Мяч в ворота А так мог бы состояться Был красавец Ну Лазович уже не первый раз Мелькает на экранах По всему видно, что пока сейчас Он самая активная фигура В атаке Роттердамского Фейнорда Но Пинту Можно отметить Со стей сельты Он действует очень надежно И пока не дает поводу Усомниться в собственном мастерстве И соответственно Защитные порядки Голесийцев Несмотря на не самую лучшую Свою игру Могут не волноваться За последний рубеж На котором Пинту пока действует Безошибочно Я пока перечислю По-быстрому перечислю Оставшиеся пары В третьем раунде Лиги чемпионов Киевская Динамо Будет принимать Загребская Динамо Из Хорватии В первом матче В втором матче Естественно поедет в Загреб Руссенборг Встречается с Депортиво Тоже Достаточно интересная пара Швейцарский Гросскопперс Пытается преодолеть Сопротивление греческого Аека Словацкий же клуб Жилина Из которого перед началом сезона Московская Динамо Пытался пробиться Томаш Дюрица Будет играть Уже практически С российским клубом Челси По последним данным Челси потратил На покупку Новых игроков Уже 44 миллиона евро Белградский партизан Играет с Ньюкаслом Голдсарай С софийским ЦСКА А встреча в Роттердаме Закончилась Так больше никто Не смог ни разу Поразить ворота соперника Роттердамцы Проиграли Мяч Иду Принес команде Сельто победу Над Фейнордом И товарищеская встреча Завершилась победой гостей В Францию Где на днях состоялся Первый тур Очередного чемпионата страны Но сначала Вспомним моменты Года прошлого А также посмотрим Чем запомнилось Межсезонье Начинаем с дел чемпионских Прошлогодний триумфатор Леон будет пытаться Отстоять с таким трудом Доставшийся титул Но сделать это Леонцам будет Архитрудно Мало того Что за последние полвека Подобное удавалось Только великим клубам Народи Сент-Татьяна 60-х И Марселе Бернард Апи 90-х К команду еще покинул Ее лучший снайпер Сони Андерсон Бразильский форвард Перебрался в Испанию В клуб Вильяреал Прошлый год Запомнился Очень упорной борьбой В верхней половине таблицы Достаточно сказать Что первое место Седьмого Отделили всего 6 очков Золото досталось Леону Но в принципе Удача могла улыбнуться Любому из первых Семи клубов Долгое время Фаворитом считался Монако Правда не очень удачная игра На финишном отрезке Стоила Монегасском золото Но даже второе место Стало огромным успехом Для наставника Монако Дидье Дишама В новый сезон Княжеский клуб Вступает почти старым составом Кадровых потерь нет И теперь команда Во главе с темнокожим форвардом Шабани Нанда Будет пытаться вернуть себе В верхнюю строчку таблицы Куда последний раз Монегаски забирались В 2000 году Конкуренцию этим двум клубам Должен составить Марсельский Олимпик Для команды Из самого крупного города Юга Франции 10 лет без побед Промежуток времени Просто запредельный Линия обороны Усилилась Филиппом Кристанвалем Который вернулся в Марсель Из Барселоны А покинул команду Пока только Франк Лебев Решивший на старости лет Подзаработать в Катаре В атаке Дмитрию Сычеву Придется выдержать Полечен жестокую конкуренцию С египтянным Мидо Из Аякса И Дидье Драгба В прошлом сезоне Выступавшим за Гингам 17 голов этого форварда В 26 матчах Говорят сами за себя А ведь сейчас у него И партнеры будут Немного посильнее Нежели в Гингаме Так что Берегитесь Соперники марсельцев И все-таки Даже такие приобретения Марселя Меркнут на фоне перемен Коснувшихся Париса Джермена После многомесячной Спекуляции С собственным именем Наконец Определился с клубом Бразилии с Рональдинию Долгое время Казалось что Контракт парижанина С матчастер Юнайтед Дело решенное Но в последний момент Футболиста переманила Барселона Отвалившая пассажир За игрока целых 29 миллионов евро Образовавшись вакуум В нападении Старичный клуб заполнил Переманив у Бордо Португальца Паулету Лучший футболист Франции прошлого года Подписал с парижанами Трехлетние соглашения Произошли перестановки И на тренерской скамейке Луиса Фернандеса Еще в середине Прошлого сезона Заявившего о своей отставке Сменил боснеец Вахид Халил Ходжич Пообещавший Не допустить такого позора Как в прошлом году Напомню ПСЖ завершил чемпионат На 11 месте В начале лета Страсти кипели И на нижних этажах таблицы Как говорится Никто не хотел вылетать Спастись удалось Ренну Монбелье И Аячу Дивизионным ниже Опустились Гавр Сидан и Труа На место которых Пришли Мец Лиман и Тулуза Ну а теперь Новый чемпионат Новые цели Перед началом Все клубы полны Радужных надежд И большинство Абсолютно уверено Что предстоящий год Непременно сложится Лучше чем предыдущий Скоро многое станет ясно А пока Матчи первого тура Центральной игрой Тура стал Встреча между Клубом Лиль Который принимал На своем поле Прошлогоднего чемпиона Лион Лиль команда Достаточно средняя Достаточно сказать Что в прошлом году Она заняла Лишь 14 место Набрав В 38 встречах 42 очка Лионцы же Как мы уже говорили В последний момент Приместились На первую строчку Турнирной таблицы И завоевали Золото По составам В воротах Лиона Купе В защите Дефляндер А впереди Стоит отметить Бразильца Жунио А также Форвардов Люиндулу И Мюллера У Лиля Состав послабее Можно выделить Разве что Болгарина Манчел Выступающего Под седьмым номером И цементирующего Оборону А больше известных Имен в общем-то и нет И даже Манчев Имя не очень известное Просто болгарские футболисты Тем более Такие Малоизвестные Как Манчев Далеко не всегда Выходят в стартовом составе Клубов Из большой пятерки Интересно Заметить Что в предыдущих сезонах Образовалась Некая традиция Для Лиона Причем Образовалась она Уже достаточно давно Но С 1981 года То есть уже Более 20 лет Эта команда Не выигрывала Стартовые матчи Первенства Франции Посмотрим Как будет на этот раз Вот опасная Атака хозяев Но мяч После штрафного удара Прошел Мимо ворот купе И вратарю не пришлось Даже Бросаться за мячом Он В последний момент Заметил Что тут проходит мимо Но выяснилось Что по пути Задел кого-то Из защитников И лильцы Подают угловой Шевру очень здорово Навешивает штрафную И смотрите Как великолепно Играет Маккун Темнокожий Нападающий Выступающий Под 17 номером Опережает Голкипера Купе И переправляет Мяч в сетку После чего Его уже практически За линией Заносит Как раз Болгарин Манчев Нам еще раз Повторяют этот гол Но надо сказать Что здесь Великолепно Сыграли практически Все футболисты Лиля Участвовавшие В этой атаке А оборона Леона Откровенно провалилась Вот Шевру посмотрел Где находятся партнеры Зрячий вырезал Мяч На Маккуна И тот Одним касанием Переправил мяч Мимо Вратаря Купе А после этого Можно уже и футболку Срывать В порыве радостей Вот таким Незавидным получилось Начало для Леона Уже на 12-й минуте Они пропустили мяч И вполне возможно Что в очередной раз Команда Проиграет Конечно же Чемпионы сразу Бросились отыгрываться Но до поры У них это не получалось Хотя вот Неплохой удар Наносит Форвард Люиндула Уголкипер Все видел Сыграл грамотно И надежно И не дал Темнокожевому форварду Клуба чемпиона Франции Поразить собственные ворота Очень уверенно Сыграл Вратарь Уэмби И после первого тайма Счет остался прежний 1-0 Как на 12-й минуте Лильцы его открыли Так До 45-й Изменений в счете Не произошло Конечно же Леон Очень ослабил Уход Бразильца Сони Андерсона Который в прошлом году Стал лучшим снайпером Первенства Франции Ну и никак не может Оправиться от травмы Другой острый нападающий Сидней Гаву Явно сказываются Эти потери в атаке Но возможно В ближайшем будущем Роль забивал И возьмет на себя 21-летний нападающий Лесли Маньотелло В этот раз На поле он не появился Но это лишь только потому Что сам игрок Прибыл Во Францию Только в день Мача Не лишне будет напомнить Что одно время Этим форвардом Интересовалась даже Московская Динамо Но это собственно Достаточно понятный факт Потому что Человек Забивший 18 голов В 30 матчах И ставший Лучшим бомбардиром А заодно и чемпионом Первенства Южноафриканской республики Не может не вызывать интереса Нападающий предпочит У Лиона Сейчас мы видим Чемпионы Франции Атакуют Но Эдмилсон В ворота не попадает Мяч после его удара Лишь чиркнул по перекладине И покинул пределы поля На первый взгляд Ничего опасного В ударе не было Но Он летел Мяч летел По хитрой траектории И вполне мог Завернуть В сетку Но к счастью Для хозяев Этого не случилось И смотрите Моментальный ответ Демонстрирует Лиль Счет вполне мог стать 2-0 После удара Полузащитника Стерьевский Совершенно один Он остался В штрафной площади Леонцев И не замедлил От души Просто приложиться К мячу Но удача Сейчас от него Отвернулась Мяч со звоном Врезался в перекладину И отскочил в поле Атака Лили продолжается Но я думаю Но повторим Мы еще раз Немательно разберем Эту ситуацию Потому как Она была достаточно Интересной И снова можно Отметить Ошибку Обороны Гостей Как первый мяч Забивался При полном Ее пустительстве Было сразу Два игрока Перед одним Вратарем Так и здесь Защитники Совершенно потеряли Серьезки И лишь Невезение Не позволило ему Вторично поразить Ворота Купе Такое развитие События Еще оставляет Леону шанс Отыграться Но откровенно говоря Особых возможностей Для этого у них Нет Гости играют В основном При помощи Высоких навесов А не сильные Удары головой Спокойно Забирает в руки Галкипер Вим Би Честно говоря Это немножко Напоминает Ответный матч С ССК С Вардером Когда Московские Футболисты Также Бездумно Бросали Мяч вперед И соответственно Ничего не получалось Когда нужно было Сделать всего лишь Приложить Пару-тройку усилий Чтобы обыграть Защитника И Точно пробить Ну вот видим Что увлечение Атакой Ничего хорошему Леону не приносит Лиль Отлично Контратакует И лишь в последний момент Пас на Тапио Прерывает Один из самых Опытных футболистов Защитник Дифлянда Несмотря на то Что он потерял позицию Второй номер Леона Отборолся до конца И в последний момент Сумел прервать Пас Хотя казалось Что уже Ничего не сможет Помешать Тапи Нанести удар Поворотом Тем не менее Такая расточительность Не сказалась На общем Результате матча 1-0 Лиль победил А Леон продолжил Неприятную для себя Традицию Согласно которой Он не выигрывает В стартовых матчах Первенства Франции Второй матч Тура В котором Монако принимала Команду Бордо Клуб Дидье Дишама С первых же минут Обрушил шквал Атак На ворота Жерандинцев И вот мы видим Что в первом тайме Очень неудачно сыграл Воротарь Бордо Ру Голкипер не сумел Отразить Не очень сильный удар Шабани Нанда Со штрафного И хозяева Повели 1-0 А во втором тайме Все тот же Нанда Наказал Жерандинцев За нарушение Собственной штрафной площади 2-0 Монако выигрывает И по всему видно Команда Очень сильная И всерьез Вознамерилась Вернуть себе Чемпионское звание На встрече Гингама С Марселем Был забит Всего лишь Один гол Зато какой Бакайока На самой последней Минуте матча Убежал от защитников И в ближний угол Направил мяч Мимо уратаря Лекрома Ликуют Марсельские Болельщики А поклонникам Гингама Остается утешать Себя только тем Что неудачи Не могут продолжаться Вечно И в следующее время Обязательно повезет В матче Асера с Ницей Гости атаковали Гораздо опаснее И уже на восьмой минуте Леон Асланд Распечатал Ворота Асера А на первой минуте Второго тайма Непростительную ошибку Допустил Вратарь хозяев После не самого Опасного удара Четырнадцатого номера Питу Вратарь упал в угол А мяч в последний момент Изменил направление И влетел практически По центру Ворот Асера 2-0 И хозяевам Остается уповать Только на чудо Ну единственное Что они смогли добиться Это заработать Одиннадцатиметровый удар И Жорес С пенальти Немножко сократил Разрыв в счете Но Большего добиться Хозяевам не удалось Ибо шла уже Девяностое минуты игры Асер проигрывает 1-2 А Ницца Начинает сезон С победой Жорес играет Очень уверенно У вратаря нет Никаких шансов Но тем не менее Очков Это хозяевам Не приносит Из остальных Матчей тура Можно выделить Разве что Гостевую победу Аячу Над новичком Меце А также Нулевую ничью Между Пассажиром И Бастией Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok